Магаданские спасатели ищут пропавшего рыбака. 16 января родственники мужчины обратились в центр экстренных служб с просьбой найти магаданца, который уехал на рыбалку на бухту Гертнера в район Трех Братьев и не вернулся. Сотрудники спасательной службы Магадана откликнулись на звонок незамедлительно и приступили к поисковой операции. Спасатели пожарно-спасательного центра осматривали беговую линию, спасатели нашего отряда на судне на воздушной подушке вышли в район Трех Братьев, соответственно была обследована большая площадь бухты. В результате в районе Трех Братьев повредили судно, потому что в темноте, в условиях плохой видимости врезались в торчащую льдину, порвали скеги и вынуждены были вернуться. На следующий день в воскресенье поиски продолжились, в поисках участвовали уже и спасатели нашего отряда. На сегодняшний день пропавшего мужчину так и не нашли, поиски продолжаются. Кроме наводной и наземной техники, в поисковой операции применяют и легкую воздушную технику. Специалисты МЧС подключили к поискам квадрокоптера. При помощи беспилотного летательного аппарата сотрудники спасательной службы провели осмотр ледового покрытия с воздуха, но следов пропажи мужчины не обнаружили. Также квадрокоптер используют и для обнаружения новых трещин на поверхности морского льда, чтобы оградить от опасности других рыбаков. Это делается для того, чтобы иметь наиболее полную картину по расположению трещин, торосов и продолжительности ледового поля. Сверху делается больший охват, чем если бы сотрудники патрулировали на снегоходах и на автотранспорте. Воздушный мониторинг льда показал, что морская поверхность покрыта трещинами, а также свежей водой. Кроме того, сейсмическая активность, приливы и отливы могут вызвать на замерзшем морском полотне разлом и отрыв ледового припоя. Сотрудники МЧС предупреждают, что выезд и выход на лед опасен для жизни.